Всем привет, вы на канале Мистая Литл, а меня зовут Анастасия. Честно, я даже не знаю, как правильно начать это видео, потому что часть, основную часть именно со съемки, я снимала месяц назад, и, как вы понимаете, прошло достаточно много времени, и это потому что я не знала, когда я выложу это видео, когда выйдет реклама или же заранее, но раз вы видите это видео сейчас, то это значит, что я решила выложить это видео до выхода рекламы. Пожалуйста, с Pepsi не судите меня. И да, начался мой день в 4 часа утра, 19 января. Всем приятного просмотра. Доброе утро, ребята, начался сейчас в 4 часа утра, 19 января. Как вы понимаете, чувствую я сейчас себя не лучше всех, но уже переоделась, готова, и сейчас мы выезжаем в Вангкок. У нас сейчас завтрак, посмотрите, какой у нас прекрасный ситуейшн. Все сидят вот, но все, и это, конечно, громко сказано, никого почти нету. У мамы очень насыщенный завтрак. Какао с булочками, с четырями булочками, с тремя булочками, которые ей положили. А у меня рис с какой-то свининой и с каким-то соусом. Я не знаю, я взяла то, что дали, потому что очень-очень не хотела есть. И как бы вот, всем приятного аппетита. Меня накрасили, переодели, сделали прическу, и это какой-то блюбец над моим макияжем. Просто в мае есть полтора часа. Сделали мне вот такие вот брови, три часа пытались нарисовать стрелки, и потом в десять минут делали прическу. Супер. И сейчас мы пойдем в Вангкок. Наконец-то. Я самая пациентная просто. На два часа дня. За это время ничего не поменялось. Только сходили на обед. А так я просто сижу и ничего не делаю. Обед, кстати, выглядел вот так вот. Это было очень-очень невкусно. И да, сижу просто и жду в свою очередь. Я честно не знаю, будут ли мне вообще еще снимать. Хочу домой. И спать. И покушать нормально. Субтитры сделал DimaTorzok Время 5. Я планировала вернуться домой в 12. В общем, нас отсняли. Оказалось, что это вообще не танцевальная реклама. Ну, то есть я, когда проходила кастинг, я проходила на роль танцора. На танцора меня, к сожалению, не взяли. Не знаю, почему. Возможно, из-за того, что я русская, из-за того, что я слишком маленькая. Потому что танцоров взяли тайцев и взрослых. Но суть в том, что мы сидели, кушали. По-настоящему не кушали. Я просто брала пиццу в руках. Типа удивлялась. Около нас стояла банка пепси. Пили. В общем, вот так вот. А еще на меня побрызгали какой-то странный спрей, от которого мне стало еще хуже. Я стала еще больше потеть. Самая муторная работа была эта. Меня сначала поснимали в 8 часов утра, час. Потом я сидела 10 минут. Потом меня поснимали 10 минут. И потом я сидела 4 часа. Потом меня подняли наверх. Я поела наверху невкусную еду, которая стоит там с утра. И потом снова сидела. Потом снова поднялась. Потом опять сидела. И досиделась. И наконец-то меня отпустили домой. Да, как вы поняли, снимала я не очень много, потому что... А, снимать вообще было нечего. Я сидела на месте, боялась куда-либо идти, потому что везде была куча камер, куча людей. Я боялась, что если кто-то увидит то, что я снимаю, то, скорее всего, мне бы влетело. Мне кажется, меня бы наругали, потому что это достаточно крупная съемка. И как раз-то два, почему я не снимала, это потому что, да, это крупная съемка, большой бренд. И обычно за такое, ну, не очень могут быть хорошие последствия. Но я, по идее, ничего такого прям и не снимала, как вы поняли, да. Из-за страха, конечно. Так что сейчас, сидя, я хочу вам поподробнее рассказать о самой съемке, что это было, что мы там делали. Самое интересное то, что это лично моя самая первая съемка для именно тайской рекламы. Это прям была тайская реклама, то есть это не всемирная реклама, это реклама именно для Таиланда и для Азии. Соответственно, обычно в такие рекламы не берут европейцев, то есть не берут таких, как я, белых, потому что это азиатская реклама, соответственно, в ней должны быть азиаты. Но каким-то образом получилось так, что меня взяли в эту рекламу, и еще я была там самая маленькая. Там всем было где-то по лет 20-21, и я такая 16-летняя, и всем привет, ребята. Еще, как я вам уже сказала, я ходила на кастинг для роли танцора. Танцор получает 70 тысяч за рекламу, я так и не поняла, что они там делали, но суть в том, что взяли мальчика и девочку, тайцев меня не взяли. Меня взяли на другую роль, на которую я даже не пробовалась, но, видимо, из-за того, что им нужны были европейцы, либо им понравилась моя харизма, они решили меня взять. И мне, кстати, за эту съемку заплатили 40 тысяч, вот это я сейчас вам не вру, 40 тысяч, но минус еще 30% за, соответственно, агентство, которое меня предоставляло, и вот я получаю эти 40 тысяч минус 30% за то, что я поснималась, по идее почти все время я ничего не делала, по поводу съемки. На съемке я так и не поняла, в чем суть. Мы сидели за столом, был один главный чувак, которому как раз-то платили 70 тысяч, его лицо было больше всех в кадре, потому что он там ел, а мы просто сидели на столе и пили пепси, кто-то что-то ел, я, например, брала пиццу, и, в принципе, это все, это все, что я снимала. Также был еще один кадр, где мы все вместе за этим столом сидели и показывали, как нам вкусно, потом пили это пепси, с друг другом там чокались, и, в принципе, на этом было и все. Да, именно для этого я поехала в 6 часов утра. Я не понимаю, почему пришлось ждать столько много времени, потому что я просидела, наверное, на месте, ничего не делала, часов 6 в общей массе. Да, за партная съемка, но платят много, причем не за что. Реклама, скорее всего, выйдет в апреле, в мае, то есть где-то через 4 месяца, обычно так все рекламы выходят, через 4 месяца мне придет моя оплата, я смогу посмотреть рекламу, и, скорее всего, результат я вам покажу у себя в сторис, так что подписывайтесь на мой инстаграм. Понимаю то, что я со съемки не так уж и много снимала, но в любом случае, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Также просто хочу сказать то, что мне не верится в то, что меня взяли на эту съемку, я до сих пор, вот прошло столько много времени, и я не понимаю, почему взяли именно меня. Да, к сожалению, конечно, эта реклама не покажет в России, но, скорее всего, но в любом случае, я занялась рекламе в МС, да. В общем, да, ребята, в принципе, на этом и заканчивается это видео, очень надеюсь, что оно вам понравилось, я вас целую, до скорой встречи, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok